Коллеги, добрый день еще раз. Мы продолжаем наше путешествие по Индии с Иваном Позняковым и он дальше будет рассказывать про особенности производства однолетних культур компании Сингента. Технологическая схема. Иван. Добрый день, коллеги, друзья, партнеры. Я сегодня веду презентацию с города Бангкок. Мы продолжаем наш вебинар, который разделился на три части. Сейчас мы переходим к специфике технологической схемы выращивания цветов по большей степени летников компании Сингента. Ну и вообще к общей схеме выращивания, которая принята в Индии. Я могу сказать, что она не сильно отличается от общепринятых схем производства. Что называется, чудес на свете не бывает. Но тем не менее у каждой стадии есть своя определенная специфика, которую, наверное, будет интересно всем услышать. Итак, весь цикл, естественно, делится с посева. Начинается с посева. Дальше идет перевалка в кассеты. Как правило, весь посадочный материал проходит стадию кассет. Очень редко бывает в качестве исключения сразу перевалка в горшок в итоговую тару. И третья стадия – это перевалка в горшки из кассет. Итак, начнем с посева. Еще раз напомню, что посев происходит очень интересно. Он происходит не в кассеты, не в лоточке, а он происходит непосредственно напрямую в такие гряды, которые устраиваются на территории теплицы, на поверхности пластика. Эти грядки разделяются бетонными вот такими вот столбиками, которые Леша, назовем так, инсталлирует. Бордюрный камень, в общем-то. Да, фактически, да. Ну, поскольку они заостренные на конце, я назвал их столбиками, да, потому что, ну, обычно их используют для, как бы, сваев таких, для заборов или чего-то еще. А как здесь работники проходят? Они проходят по поверхности вот этих столбиков. Собственно говоря, я стою на этом столбике на одном. То есть, как по рельсам, по бетонным столбикам идут работники и... Ты знаешь, по одному, не по двум рельсам, потому что там не хватит ширины шага. Либо можно пятой точкой сесть на ценную рассаду, поэтому обычно по одному передвигаются. Вот, аккуратно, да. Ну, факиры, йоги, канатаходцы, понятно, все оттуда, то есть, они привычные. Хорошо. Посев осуществляется вручную, либо в смеси с песком, либо же, если семена крупные, то они распределяются аккуратно бумажкой по поверхности субстрата. На один сорт, как правило, закупаются растения в упаковках, я имею в виду семена, в упаковках по тысяче штук. Если вы хорошо посмотрите на фотографию, там видно упаковка компании Сингента, желтенького цвета такая. Это упаковка из-под тагетиса, вот с правой стороны. То есть, ее в землю просто вставят, да? Его вставят в землю, как этикетку для обозначения сорта. И на один сорт примерно отделяется 2-2,5 метра в зависимости от... О, ну это хорошо, это не наш овощной ящичек, там 60 на 7. Да, да, да. Все-таки растения получают более объемную площадь питания, хотя глубина субстрата, в общем-то, небольшая. Это примерно 15 сантиметров, да? То есть, вот половина высоты или ширины вот такого столбика, да? То есть, видно, как раз в определенных местах субстрат уже выбран, то есть, тагетис, который постепенно переваливается, видно, что часть субстрата выбрана и высота примерно 10-15 сантиметров. Таким образом, посев производится в теплице. Теплицы, как правило, имеют затенение и имеют систему туманообразования, потому что сеянцы все-таки требуют понижения температуры и поддержания определенной влажности. Ряд культур накрывается, такие как бегония, например, которые требуют повышенной влажности или повышенной влажности на длительный период. Укрытие происходит с применением прозрачного пластика, который дополнительно на дугах или на конструкциях из металла ставится поверх вот этих вот бетонных столбиков, и таким образом делается маленькая тепличка над растениями. А дрожжеванные семена используют, если бегония, петуния или нет, или обычные? Как правило, обычные. Роу-ситс. То, что у нас называется роу-ситс. Это обычные семена, да. Или в зависимости от доступности. То есть, если, например, в данный момент обычные семена недоступны, не покрыты, то используются дрожжированные или пилетированные. После того, как растения проросли, производится полив, первые поливы производятся обычной водой, а в дальнейшем подключается использование дезотронов. То есть, как появились семидольные, то есть, не семидольные, а первые парни. Стоят теклист, теклист вперед. Да, начинается. Такой схемой посевов не могут себе позволить немножко подзадержаться с пикировкой, потому что, ну, два метра, это, в принципе, прилично. Да, да, да. Ну, и видно, что папитунии, которые вот на переднем краю... Ну, неровненькая она все-таки, неровненькая. Да, конечно, она неровная. И причина, в первую очередь, это связано, во-первых, с биологией любых семян, да, с биологией растений, потому что все-таки даже если у вас на руках F1-гибрид, то генетические различия, связанные с крысинговером, связанные с другими процессами, они все равно присутствуют. И семена, которые по каким-то... Ну, понятно, что влияет еще и условия прорастания, потому что идеально выровнять поверхность такого вот субстрата или такой грядки очень трудно. И поэтому где-то условия создаются более оптимальные, которые могут накладываться на внутренние генетические особенности, индивидуальные особенности сеянца, и растение прорастает быстрее, растет мощнее. Другое семя оказывается в менее выгодной ситуации, в менее благоприятных условиях, развивается медленнее. Потом происходит перерастание одних сеянцев другими, что усиливает вот эту вот разницу в росте. И понятно, что это зависит от биологии и культуры. Тагетис, который быстро прорастает, у него стадия перевалки, это стадия, можно сказать, первого настоящего листа, он не успевает перерасти друг к дружку. А питунья, конечно же, она сильно отличается. Во-первых, она растет дольше. Во-вторых, у нее стадия перевалки, это примерно 3-4 настоящих листа. В этот момент все-таки сеянцы успевают, у них уже не хватает внутренних запасов минерального питания, они уже питаются своими корнями, и тут влияет как раз вот все вышеперечисленные особенности, которые изменяют... Ну, то есть первые подкормки, как я все время на семинарах всем долглю, первые подкормки делаем еще в посевном ящике. Ну, а здесь в гриде получается, да? Минеральное питание с молитвом делается. До пикировки, точнее, до перевалки в кассетах. До перевалки, совершенно верно. Потому что субстрат используется самый дешевый, мало того, он еще и промывается. То есть даже остатки... То есть, предположим, если там были остатки калия, они вместе с натрием водой вымываются, и субстрат получается, ну, можно так сказать, совсем голодным. Вот по этой причине подкормки производятся с появлением первых настоящих листьев. И это в какой-то степени, кстати, позволяет исправить ситуацию с повышенной концентрацией натрия или с высокой ЕСИ. То есть, если растение получается все-таки питания, питательных элементов достаточно много, то вот эти вот ограничения, которые накладывают, так скажем, балластные элементы, или там избыток кальция, или избыток натрия, он сглаживается все-таки. Итак, субстрат используется незаправленный. Полив применяется с использованием удобрений, которые применяют после начала появления первых настоящих листьев. Как только растения готовы, их переваливают. И мы переходим... Подожди, Иван, а технологический момент, я только сейчас смотрю. Вот у меня балансирует индийский канатоходец вот по этой штуке. А где он несет шланг? Где располагается шланг поливочный? Или здесь форсунки используются конкретно? Используются изначально форсунки, но шланг протягивается просто аккуратненько сбоку вот этого вот камешка. Да? Они не сверху подвешены, а он еще должен как-то нести этот шланг, чтобы он не лег на пасть. Да, да, да. Все очень непросто. На самом деле шланги подаются с двух сторон, то есть нужно протянуть где-то до середины вот этой территории. А, с двух сторон, да? На самом деле пикировка происходит достаточно быстро. То есть растения примерно 3 недели сидят, ну максимум для петунии 4 недели, то есть месяц это вот в условиях сеянца, а дальше уже растения перевалятся, а в Индии это происходит просто быстрее. Стадия заканчивается на 3 неделях максимум. А работников хватает, кстати? Да, хороший вопрос. С работниками ситуация интересная. Несмотря на то, что в пригородных территориях и на территориях не городов, а деревень, поселков или маленьких городов, работников в достаточном количестве можно найти легко. И за очень небольшую оплату труда, тем не менее, проблемы возникают тогда, когда происходят большие официальные праздники. Поскольку в Индии есть большие религиозные праздники, которые длятся там, например, неделю или две, и очень часто люди еще и совмещают отпуск, используют для пребывания с семьей это время, то часто они, например, уезжают или остаются в деревне, то есть просто для того, чтобы совершать там обряды, вместе проводить время. И в этот момент возникают критические ситуации, когда людей может не хватать. Да, бывает и такое. Но это специфика, связанная скорее не с рынком труда, а связанная с особенностями, с традициями, то есть с местными этническими вопросами. Праздник значит праздник, все, никакой работы, честно. Понятно. Нет, ну кто-то соглашается, кто-то готов пойти там на жертву и отдать часть своего времени на работу, кто-то нет. Все зависит очень от индивидуальных предпочтений людей. Да, конечно, сейчас немножко за кулисы залезем. Видите, вот иногда в презентациях бывают опечатки. Чтобы вы понимали, у Ивана сейчас нет компьютера с русской клавиатурой. То есть то, что он набирал здесь, то, что ошибок практически нет, это вся огромная заслуга Ивана, он печатает вслепую. Я печатаю вслепую. На клавишах у него нет. Да, да, вот такое, да, такое неудобство. Да, для перевалки кассеты, да, все-таки кассеты, они, для посева они их не используют, но для перевалки... Да, совершенно верно. Кассеты, как правило, в большинстве случаев для посева не используются, только редко. Например, культуры с крупными семенами сеются непосредственно в кассету, ну или семечка сажается, кассету помещается, да. Это связано с такими... Например, это характерно для таких культур, как клещевины, да, с совсем крупными семенами, да, у которых размер семени составляет уже десятки процентов от поверхности кассеты. Используются кассеты либо со 104, либо со 107 ячейками. Это стандартный размер, стандартное количество ячеек. Размер кассеты тоже очень похож на те, которые применяются у нас. Это 35 на 53 или 55 сантиметров. И после перевалки растения в течение месяца или полутора месяцев растут вот в кассетах. Причем размещение кассет зависит от культуры. Те культуры, которые светолюбивые. Ну вот на данной фотографии, на переднем плане вы видите, это гвоздика. Гвоздика межвидовая. Это барбатус хинензис. Барбариня, как у меня? Ой, диабунда, диабунда. Да, это скорее всего диабунда. На заднем плане это циния, причем циния Магеллан. В эти цирки я точно помню. На заднем плане циния. На переднем плане я точно не могу сказать, какая, но похоже очень на диабунду. В зависимости от специфики и от предпочтений растения, либо кассеты остаются долгое время в теплицах под притянкой или на территориях под притянкой, либо они перемещаются сразу или на столы, ну, как правило, на столы, небольшие, на открытые площадки. Для того, чтобы растения быстрее адаптировались к открытому солнцу, к открытому грунту и к высокой инсоляции. Полив происходит, естественно, только с удобрением. И, кстати говоря, это рекомендация опять для всех производителей. Начиная с 2-го, 3-го, настоящего листа, как только вы начали применять удобрение, пожалуйста, подкармливайте с каждым поливом. ЕСИ здесь повышаться начинает на этой стадии до примерно 2-х. То есть, если в начале на сеянцах она составляет где-то 1,5-1,7, здесь уже она будет составлять 1,7-2. Но это с учетом того, что ЕСИ, так называемый... С учетом балластных ионов. Да, да. Совершенно верно. С учетом балластных ионов. С учетом того, что ООО присутствовало в воде. То есть ЕСИ у нас около единички или 0,8. То есть такая... Да, 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 да. Хорошая, хорошая. Ну, на самом деле, из-за того, что в воде содержится фосфор уже и немного калия, естественно, присутствуют кальций и магний, то понятно, что часть кальция это не балластный ион, а это тоже элемент питания. Калий это тоже элемент питания. Вот. Ну, на самом деле, если мы будем искренне говорить, то и натрий тоже элемент питания, который участвует в очень важном процессе, а конкретно в процессе фотосинтеза, то в какой-то степени это тоже элемент питания. То есть называть все, что присутствовало в воде балластными ионами, это тоже неправильно. По этой причине, ну, можно сказать так, что это суммарная концентрация тех солей, которые в воде были, плюс тех удобрений, которые еще добавили сверху. Ну, в любом случае, все примерно одним и тем же раствором или ходит вот этот стол вот этим есть, вот этот стол вот этим есть, или только бальзамины там отдельно, например, выделяют? Даже бальзамины отдельно не поливают на стадии рассады из-за того, что все-таки периодически случаются дожди. Даже на стадии рассады бальзамины, поскольку они в молодом возрасте более терпеливые к высокому ЕСИ, все-таки их поливают одинаково. То есть, если в поливе 2, то и бальзамин попадает 2. Вот, если в бальзамин, в бегомнии там растет, то и бегония попадает под ЕСИ 2. Надо сказать, что на бальзамине, да, действительно, это на поздних стадиях может сказываться. Бегония при этом будет отставать в росте. Это большая проблема, с которой мы столкнулись. С бегонией для выставки мы немножко опоздали, она с цветением немножко опоздала именно из-за высокой ЕСИ. То есть, да, это сказывается. И понятно, что те, кто специализируется на производстве, например, или у кого большой объем бегонии и бальзамина проходят через производство, они используют как раз либо полив сразу же после первого полива не вместо, а именно сразу, как промывку, дают небольшое количество чистой воды, либо снижают ЕСИ под эти культуры. Два таких приема, которые правильно применять. Еще раз, неправильно применять это, если вы первый полив сделали с ЕСИ, а второй полив с чистой водой. Так не надо делать. Либо делается промывка сразу же после полива, либо же просто применяется более низкая концентрация ЕСИ. Это такая ремарка, но она очень важная, я считаю, особенно для тех, кто сталкивается с превышением ЕСИ. То есть, нельзя сразу же поливать чистой водой. Но имеется в виду, нельзя поливать вторым поливом. Да, промыть можно, а вот поливать не надо. Контейнеры, перевалка в контейнеры. Используются стандартные диаметры, где от 10 до 15 сантиметров самые распространенные тип тары, самые распространенные тип тары это 10-12 сантиметров, либо пластиковые пакетики, черные, объемом пол-литра. Это самая распространенная продукция летников в Индии, ну и не только, и в Таиланде. А как они не падают? Или их в ящики уже сразу ставятся? Дело в том, что даже пакетики, они достаточно устойчивые, то есть, они не высокие, они более широкие. Ну, горшки не падают, понятно. Им причина не маль. Горшки, понятно, а вот пластиковые пакетики... Горшки золые. Плюс еще они золые. Из-за того, что все-таки это не субстрат, не трофяной субстрат, а субстрат на основе глинистой вулканической почвы, растений вообще, сам контейнер такой будет более устойчивый. В этих же контейнерах растения, как правило, и продают. То есть, в Индии практически нет производителей, которые бы производили растения в кассетах. Обычно это крупные растения, которые уже имеют диаметр примерно 10-15 сантиметров. И обратите внимание на фотографию, я на ней хотел, хотел и планировал заострить внимание. Это циния. Это циния Магеллан. И обратите внимание, она прищипнутая. Для цинии, если вы почитаете все рекомендации, прищипка не рекомендуется. Но из-за того, что производители индийские производят ее в виде кустиков, в виде растений как бы горшечных, хотя они используются в открытом грунте, они стремятся получить более крупные ветвистые растения. Для этого применяется прищипка. Для меня это была тоже новость, именно поэтому я обращаю на нее внимание, и именно поэтому я на этот факт, этим фактом с вами хочу поделиться, обратить внимание, что видно, что растение, верхушка у него прищипнутая. прищипка производится примерно над четвертым, третьим-четвертым листом, точнее, извините, пары листьев, на третьей-четвертой пары листьев. Для того, чтобы количество веточек боковых было достаточное, чтобы сформировать хороший культик и заранее предваряя или, так скажем, предвосхищая вопросы, которые могут возникать в отношении, а получаются ли при этом крупные соцветия, крупные цветки. Да, они получаются при этом крупные. в итоговых слайдах я на них остановлюсь. То есть, подожди, мы когда говорили про то, что ретарданты и удобрения практически все доступны индусам, несмотря на это, вот конкретно цинию, да, элеганс прищипывают вручную. Да, потому что если развивать центральные соцветия, то оно, естественно, на долгое время тормозит развитие боковых почек. Ну, по причине известного всем аппекального доминирования. Для того, чтобы этого не происходило, как только начинают закладываться верхучные соцветия, производят мягкую прищипку, когда оно еще мягкое, это легко удаляется. Понятно, что это трудозатраты, но в Индии из-за невысокой стоимости труда производители могут себе это позволить, поэтому действительно это так происходит. не знаешь, сколько человек на гектаре работает, вот плюс-минус или нет, или тебе не давали эти данные? Насколько я успел увидеть, это примерно два человека на гектар. Как это? У нас десять справляются в теплицу по России, а здесь два человека на гектар? Если мы берем открытый грунт, два человека на гектар. Да. Вот это да. Это открытый грунт. Да, да. Ну, это по лифу, это не прищипка, наверное. Прищипка, пикировка, это другое что-то доводит. Да, если мы возьмем в среднем нагрузку в день, то это примерно два человека на гектар, потому что либо производится, ну, полив производится, понятно, обычно где-нибудь вечером или рано с утра, вот, работы производятся чуть попозже, либо раньше до вечера, вот, и основные работы это все-таки пикировка и расстановка, да, или сбор продукции. если мы берем открытую площадку, в теплицах, конечно, будет количество народу больше, то есть это примерно четыре человека на гектар, вот, это, для горшков это оптимально. Если мы берем фасеты, плотность растения выше, в этом случае, естественно, количество будет выше, вот, а для горшков все-таки используются нормы поменьше, потому что... Ну и работают, я так понимаю, они сустро, да? Да, работают люди быстро, да, они очень трудолюбивые, вот, они, в общем-то, достаточно хорошо схватывают вообще технологию, то есть понимают, что нужно делать. Многие из работников работают уже в течение многих лет, поэтому проблемы с качеством выполнения работы, проблемы с пониманием того, что нужно делать, обычно не возникают. Вот это здорово. Мечта практически. Практически мечта, да. Ну это вот особенности, да, особенности... Следующий слайд, да. Да, ну насчет субстрата, я уже упоминал, что на итоговой стайле... Это в первом блоке было, это сейчас можно уже в следующий слайд. Кто не слышал, включайте первый блок. Да, пожалуйста, смотрите основные вводные слайды по технологии. Итак, мы переходим к тому, что же получается в результате, какое качество получается в результате всех усилий и манипуляций на производстве. Ну, я могу сказать, что выставочные растения не сильно отличались от того, что получается в производстве, то есть, мало того, многие из них просто были взяты из производства, вот, перевалены просто в крупные горшки. Какое-то время они на площадке укоренялись для того, чтобы более плотно зацвести, более обильно зацвести, наверное, да. И мы начнем с цинии, это новинка, ну, двухлетней уже практически давности, циния зайдека. Циния еще ограничена, доступна особенно, вот эта прекрасная окраска, видимо, вся в Индию шла. Да, ну, на самом деле, скорее, вся окраска, основная локация произошла в Северную Америку, то есть США. Вот они тоже немного достается, вот, но, тем не менее, образцы мы смогли получить, и вот вы видите, что у этой серии достаточно крупные, крупнее, чем соцветие конкурентов примерно процентов на 10-5, так. Иван, здесь она прищипнута или Мориланскую тоже прищипывают? Тоже из-за того, что прищипывают, да, все-таки? На самом деле, цинию прищипывали в том числе вынужденно, потому что в данном климате она растет очень быстро, и мы посевы просто заложили под цинию очень рано, и из-за этого первая партия посева ушла просто в, назовем так, в браковку, мы использовали второй посев, который был заложен как страховочный, но на самом деле здесь использованы растения второго посева, потому что циния, вегетация цинии до зацветания после первой прищипки занимает примерно 90 дней, это очень быстро. подожди, после первой прищипки 90 дней? Нет, после посева, после посева, с одной прищипкой, это всего 90 дней, 93 месяца, да, вообще ни о чем, прям очень быстро. Это очень быстро, да, мы на самом деле не ожидали, то есть закладывали под крупный контейнер примерно 120 дней, а растения были уже готовы ну, меньше, чем за 90, ростом. То есть вот с цинией мы немножко перепланировали, да, то есть она, оказывается, вышла раньше. Это касается и Морилэндики, это касается и Элеганс. Это с дневной связано или с чем? Это связано с инсоляцией. Ага. Это связано с инсоляцией, при этом циния может выдерживать не одно, а две и три прищипки, то есть ее можно, у нее можно удалять соцветия, она будет на дне, который близок к 12 часам формировать в том числе крупные махровые соцветия. Ну вот на примере Свизл, это уже циние Элеганс, видно, что у нее соцветия в основном по большей части махровые, ну по крайней мере у Черри и Найвори они практически все махровые. Там у Магеллана они могут немножко отличаться в зависимости от цвета. Магеллан Йеллоу тоже практически весь махровый, за редким исключением здесь можно два видеть соцветия или три соцветия, которые недостаточно махровые, у них уже открылись трубчатые цветки, а язычковые все, закончили свое развитие. И таких всего вот три соцветия на кустик. А в целом Магеллан Магеллан себя вел очень прилично назовем так. Теперь мы переходим к газане. Один кустик? Вот, кстати, как у те вам там, ну иногда в рекомендациях, правда, у Сингента, среди многолетников написано, посев, четыре семечка в ячейку. А, для гвоздики иногда пишут там, посев, три семечка в одну ячейку. Как вот здесь? Значит, те растения, которые сидят в горшках, это не одно растение, это несколько растений, здесь шесть растений газаний было. Это горшок крупный, на самом деле горшок сорок сантиметров, то есть он большой. Вот, и в данном случае это кис, но тем не менее, из-за того, что достаточно тепло, кис выросла крупная, вот, и листья у него как фактически у бик кис получились, бик еще крупнее оказалось, вот, цветение, в общем-то, достаточно такое обильное, хорошее, соцветия держатся, как и положено, 3-4 дня, то есть они первый день открываются, второй день цветут, третий день у них отсветает основная масса цветков, в четвертый день они уже постепенно паникают. Все по расписанию происходит. Вот, в ячейку сажа, как правило, переваливаются по одному растению. То есть, сажавым способом, наверное, производятся только какие-то исключительные культуры, типа злаков, или в редких случаях это касается некоторых пряных культур. Вот они могут переваливаться по нескольку сельцев. То есть, лаванда может таким образом переваливаться, да, как правило. Здесь вы перестраховались, наверное, или нет? Или 6 растений в горшок диаметром 40 сантиметров, это... Перестраховались просто для того, чтобы получить на всякий случай более быстрое цветение. На самом деле это оказалось излишним, просто растениям даже тесно в этих контейнерах. Вот, все-таки можно и 4 растения достаточно будет в этом кашков на 40 сантиметров. Вот, в данном случае это, прошу прощения, это не golden flame, а это white. Тут ошибка и переходим к петуниям. Конечно, я сейчас продемонстрирую не весь ассортимент, который присутствовал на выставке, потому что на выставке присутствовало порядка около 12, ой, прошу прощения, 15 видов, только не считая серии, потому что в каждом виде по несколько серий, то есть, например, 4 тагетиса присутствовало, в том числе от флорановы была серия white gold maxi, white gold maxi, очень хорошая серия, по этой причине растений было много, сортов, точнее, серий было тоже много, но я не смогу продемонстрировать за такое короткое время все их, особенно... А это мы отдельно сделаем выбор. Да, да, на 2024 год запланировано, так что сделаем. Значит, какие особенности касаются петунии? На начальном этапе петуния цветет не так обильно, то есть, это примерно сотый день после посева, первые цветы появились примерно на 85 день от посева, а у фотофиниша они появились на 70 день после посева, на первых этапах петуния цветет все-таки не так обильно, как она цветет в, например, московской области, в московском регионе. Почему? Потому что в зимний период инсоляция хоть и большая, но день короткий, чуть меньше 12 часов, поэтому петунии, несмотря на то, что, как правило, наши серии очень приближены к нейтральному дню, то есть, практически одни из самых серий, которые максимально нейтрального дня, в частности, тритуния, это петуния, которые, наверное, рекордсмен по нейтральности дня, но тем не менее... Нет, но там вопрос, тритуния, все-таки напоминаю, это у нас идет сборная серия, там чуть-чуть осталось от ультра, чуть-чуть осталось от браво, есть прям совсем гибриды тритуния, все-таки это сборная серия, поэтому если нужно прям ранние цветения, нейтральные длинные дня, Иван сказал, в Индии 70 дней от посева до появления первого цветка у серии фотофиниша. Все-таки она самая-самая-самая быстрая. А тритуния классическая грандифлора меня тут еще немножко удивляет звезда, стар микс, а звезды-то какие-то и не очень-то звездные. Это как раз касается короткого дня, то есть дня чуть меньше 12 часов. На самом деле день примерно 11 часов был, то есть он, не сказать, чтобы короткий совсем, он почти нейтральный. Все-таки это территории, близкие к экватору. И именно из-за этого белая полосочка менее выражена. Я напомню, что это общее свойство вообще всех сортов со звездочками, у которых расцветка имеет форму звездочки. При более длинном дне, в условиях более длинного дня, звезда более выражена, а иногда происходит выбеливание цветка. Даже если инсоляция небольшая, но день длинный превышает 14 часов, белый цвет будет присутствовать и превалировать. Это нормальная практика. Итак, следующий вариант это виола. И виола на самом деле у меня в двух слайдах. Сейчас я хочу показать начало культуры. На самом деле с виолой я бы хотел остановиться на том, что произошла интересная история. Мы не рассчитали немножко длину и длительность вегетации. Дело в том, что несмотря на то, что температуры и имеется в виду положительные температуры, эффективные положительные температуры в Индии выше, тем не менее на виоле это отражалось тем, что она была более компактная и она отставала в росте и ее вегетация удлинялась. На самом деле срок вегетации виолы может увеличиваться в жарком климате где-то примерно процентов на 25-30. То есть почти в полтора раза. При этом на начальных стадиях виола ветвится не так обильно, как она это делает в более холодных условиях. Все-таки в более холодных условиях, когда температура не превышает 20 градусов, у нее очень легко появляются боковые побеги. На фотографиях представлена и далее будет представлена серия колоссус. В чем особенность развития виолы в южном климате? Она становится более компактной из-за того, что вода испаряется быстрее, в тканях свободной воды, которая не связана и осматически никаким образом не обездвижена меньше, из-за этого она быстрее испаряется и растения менее растягиваются и более компактные. Поэтому размер цветка колоссуса в южном регионе приближается к дельте, то есть он не превышает 10 сантиметров. У дельта тоже бывает большое, а дельта проногу надо будет смотреть, но суть в том, что чудес не бывает, и это не только у колоссуса, это у любых крупноцветковых виол, диаметр цветка не только 10 сантиметров. Меня тут размер листвы удивляет, у колоссуса обычно у него более крупный лист, а здесь он такой меленький. Влияет именно высокой степени испарения, высокие температуры, которые вытягивают можно сказать воду из тканей, свободную воду, которая как раз выполняет функцию растяжения, то есть если воды меньше, она испаряется, соответственно концентрация раствора цитоплазмы повышается, вот вода не может долгое время находиться в клетках, она не выполняет функцию вот этого насоса, то, что приводит к растяжению клеток и растений, получается компактно из-за этого. А ретарданты используют на виоле? Или используют? Нет. То есть есть виола без теплей, без ретардан? Без ретардантов. Но я смотрю, хорошая расстановка пикировка, потому что листики-то горизонтально располагаются, а не вверх. Да, да, растения не тянутся при этом, и ветвление происходит позже, но при этом увеличивается также стадия, когда виола долго, когда виола находится в максимально декоративном состоянии. то есть не только вегетация до цветения увеличивается, но еще и декоративная стадия увеличивается, растение ветвится чуть позже, а соответственно она и дольше проявляет себя, дольше играет на уже итоговом месте, то есть туда, на там, куда ее высадили. Кормят ее как летники, да, то есть тем же самым раствором все так же. Все так же, да. Тут я хотел бы сделать даже такую ремарку, это не касается специализированных производств, которые расположены в России, да, потому что все-таки я бы рекомендовал, если хозяйство специализируется на каком-то наборе культур, на каких-то культурах или есть возможность дифференцировать растворы, то все-таки лучше их дифференцировать, потому что в Индии нужно помнить, что в Индии рынок молодой, он только развивается, и поэтому требования к качеству растений чуть ниже. Вот. И по этой причине пока еще рынок и производители не играют на гонке качества, они играют сейчас пока на количестве и на ассортименте. Кто быстрее нашел новинки, кто больше может вырастить, кто быстрее может вырастить. Вот. За качеством сейчас только начинается охота, то есть сейчас рынок еще только вот в начальной стадии развития, ну, если мы сравним с российским рынком, то можно сказать, сейчас в Индии начало нулевых в России. Но деревянных ящиков нет, сортов нет, уже перешли на гибриды F1. Потому что гибридов F1 на рынке больше и они из-за понятных причин они не такие дорогие, как они были в начале назовем так их внедрения, да, то есть все-таки если мы возьмем нулевые годы, то это 20 лет назад, да, то есть это начало, это первые годы, когда я пришла в первые года Виолы Дельта. Да, Дельте 25, ну да, Сейчас уже 25, да, и понятно, что весь этот поток сейчас поступает легко, и он уже прошел, так скажем, присадку рынком по цене в Европе и в других частях света, и поэтому по сравнению, конечно же, с, например, F2 или OP гибридами, я имею в виду open pollinated, да, то есть с открытым объявлением, да, с свободным опылением, конечно же, они не такие дорогие и более доступные для индийского марка, ну и понятно, что цена все-таки тоже немножко, так скажем, подстраивается под рынок, местный рынок Юго-Восточной Азии, а это в основном Китай, это в основном Индия, но не столько Китай, сколько даже Индия влияет больше, и цена, конечно же, не такая высокая, как, например, на те же семена были, была цена в Европе, например, 10 или 15 лет назад. Ну, погодите, цены-то мы все равно поднимем, тут уже я работаю ближе к европейской части организации, цены глобально везде, к сожалению, производство в основном в Турции, если конкретно по семенам виолы, подорожают, извините, но подорожают. Да, теперь мы переходим к картинке, здесь видно, что растения начинают ветвиться, и у них появляются боковые побеги, вот у ближайшей виолы видно, там два ушка, два листика, это уже боковой побег пошел расти, растения больше образуют цветы, более покрыты цветами, разница во времени между стадией предыдущей, где были растения без цветов, и текущей стадии примерно месяц, три, три с половиной недели. Для виолы вполне. Да, вот собственно говоря, почему выбрана виола колоссус, так скажем, и почему ее выбирают производители, у нее достаточно крупные цветы, у стандартных виол, как дельта и ее аналоги цветы получаются еще мельче. Виолу, как ни странно, это посев когда был, вот когда ты сел конкретно вот эту веолу? Посев был в августе месяце. Фотографии сделаны в конце ноября. Это 26 или 25 ноября. Быстро. Достаточно быстро растения переходят в вегетативное состояние. Ну, наверное, собственно говоря, это был последний слайд. Огромное тебе спасибо. Как у вас там принято в Юго-Восточной Азии? Огромное тебе спасибо за то, что уделил нам время. Будем, я думаю, что, коллеги, если будут какие-то вопросы, связывайтесь со мной, пишите в чат и так далее. Может быть, я очень надеюсь, что у нас будет продолжение по каким-то еще другим темам, может быть, по другим странам, выберем там Таиланд, Сингапур, еще что-нибудь. Спасибо, счастливо, хорошего удача. Спасибо за приглашение. Хороших выходных, хороших праздников. Спасибо.